И в самом ужасном положении оказалась Украина, которая никак не могла определиться между позициями. Я все время тащила Польшу в одну сторону, Россию в другую, а Крым с его связью с Турцией в третью, да еще Европу в четвертую. Поэтому украинские события, как всегда, были в этом отношении как раз легко предсказуемы, но очень цикличны. В итоге они дошли в тринадцатом году, я присутствовал при начале Майдана, видел как вообще это все происходило. Они дошли до революции, которую назвали революцией достоинства, возвращаясь к докладу, который здесь был услышан. Но когда мы начали выяснять структуру того, что происходит, оказалось следующее. Я специально говорю, речь идет об участниках Майдана в Киеве, не об украинцах. И в основном вопрос проводился среди их, но там не было понятия руководства, скажем так, среди активных деятелей Майдана. 70% абсолютно не хотело в Европу. Примерно половине было абсолютно пофиг фигуру Януковича, и они совершенно не собирались его свергать. То есть реальным содержанием того, чего они хотели, как ни странно, была очень четкая административная революция. Как сказал мне один Майдан, ну что, ну свергли мы Януковича. Ну теперь уже тот же самый Янукович по другим именям. Что мы его будем свергать, потом следующий? Мы что, так всю жизнь будем этим заниматься? Они хотели систему, о которой он выразился очень красивым образом. Чтобы вместо министерств у нас были удобные сферы с смартфончиками. Это была идея революции программистов. Замена бюрократической власти, власти людей, работающих с программным обеспечением. И жесткое уверение, что в современном мире не нужно ни Министерство странных дел, чтобы выдавать визы, ни Минздрав, чтобы лечить людей. Это делается уже по-другому. Но они забыли то и простое вещи, что никто таким образом власть из рук не выпускает. Майдан забили под шляпу полностью. Поражение было страшное. А если учесть, что до этого Ющенко возглавляла правый проект, а Майдан пытался сделать левый, то разрушение двух проектов в кризисной ситуации означает разрушение нации и государства. Я не говорю, что Украина не будет. Господи, там куча городов, которые были до Украины, будут после Украины. Но что с Киевом может случиться из-за судьбы государства? Но современный этап развития там завершен. А что будет на новом, крайне интересный вопрос, на который, наверное, никто не ответил. Потому что сейчас там зона информационно-выжженная земля. На этой выжженной земле что-то может возникнуть. Так как кто был на Этне, видел очень интересную картину. На лаве растет только мимоза. Но мимоза огромная, древесная мимоза с большим, ну, с большую вишню цвета. Вот Украина сейчас, возможно, будет что-то такое. Выжженное лавовое поле с мимозой.